Углекислый газ растворяется в воде, мигрирует сначала в ледяного столб, в острове рек, в океаны, а потом уже в мантию образуются карбонаты, которые в основном представлены ракушечниками. В процессе субдукции, то есть в движении глитосферных плит, карбонаты греются, и туплеписный газ выплевывается обратно через вулканическую деятельность. Такой очень медленный, но очень важный для глобального баланса углерода цикл. Цикл этот примерно на три порядка менее интенсивен, чем темп добычи из компаний углеродов в современной индустрии. То есть баланс углерода был природный налажен на одном уровне, а человечество в своей хозяйственной деятельности этот углерод выкапывает и выбрасывает в климатическую систему, не возвращая назад, с темпами, которые на три порядка превышают. А еще раз можно, как он в почву попадает? Через дожди. То есть из атмосферы углекислый газ, растворенный в воде, попадает в почву. Вообще говоря, очень значимое количество углекислого газа растворено в океанской воде. Современные изменения углекислого газа во многом зависят и от режима баланса углерода между атмосферой и океаном. И вот как на температуру реагирует вот этот растворенный углерод, на самом деле сейчас известно достаточно плохо, поэтому прогнозировать количество углерода сейчас достаточно сложно. Ну и, собственно, вот то, о чем я сейчас говорил, относится как раз к антропогенному эмиссию, который в нашем случае тоже очень сильно влияет на климатическую систему, как это как раз на сегодняшний день и говорит. Ну и, собственно говоря, вот еще очень важный компонент, не только на Земле, но и в общем-то на любой планете, обладающей климатической системой, это аэрозольная фаза, облака. Они очень важны не только потому, что осуществляют перенос воды или каких-то не конденсированных летучих составляющих, но и тем, что за счет развитой поверхности аэрозоли играют гигантскую роль в переносе излучений. То есть очень небольшая масса вещества, находясь в аэрозольной фазе, способна очень серьезно повлиять на энергетический баланс планеты. Это такая вот специфика. Ну, что касается углекислого газа и его роли в парниковом эффекте для Земли. У углекислого газа есть в среднем ЭК диапазоне две больших полосы 4,3 микрона и 15 микрона. Ну, те из вас, кто так или иначе связан с спектроскопией, хорошо, конечно, обе полосы знают. Вот, они тут немножечко, может, необычно в терминах коэффициентов поглощения изображены. Обычно их рисуют наоборот в виде коэффициентов пропускания. И здесь наложено на них вот несколько плановских кривых при различных температурах. Для чего я здесь сделал картинку? Чтобы было видно, что вот эта коротковолновая полоса, она очень сильно реагирует на саму температуру. По мере увеличения температуры вклад вот этой вот полосы в парниковый эффект довольно резко растет. Но на самом деле, конечно, углекислый газ, несмотря на то, что он является основным драйвером парникового эффекта на Земле и его изменения, а основным парниковым газом является, конечно же, водяной пар. Но водяной пар помещается в атмосфере ровно в том количестве, в котором позволяет температура. Избыток обязательно скомпенсируется сначала в облака, потом с осадками идет на поверхность. И в этом смысле вода сильный парниковый газ, но он ведомый. Вы не можете, управляя количеством водяного пара, управлять парниковым эффектом, а с помощью углекислого газа можете. И, конечно же, именно на углекислый газ сейчас обращают наибольшее внимание, когда пытаются как-то анализировать, прогнозировать парниковый эффект. Но вот эта диаграмма, она показывает относительно вклад различных газов в изменение температуры. Значит, это вот 63% — это как углекислый газ, 18% — метан, Н2О — достаточно, значит, серьезный компонент. Ну и вот экзотика, значит, это типа ашфлора, штор и так далее. Тоже, как и странно, достаточно сильные парниковые газы. Но они, естественно, надпроизводные, и с ними особо ничего не сделаешь. А вот эти три компонента, они очень сильно зависят от антропогенных эмиссий. И если посмотреть на историческую картинку, на недавнюю относительную историю, которая хорошо документирована, вы видите, что на протяжении последних двух тысяч лет тот же углекислый газ держался на уровне где-то 200 gpm там с небольшими колебаниями. И примерно два столетия назад начался вот такой вот катастрофический совершенно рост. И сейчас у нас эта картинка уже уставила. Сейчас она уже перевалилась за 400, сейчас средняя концентрация углекислого газа — это 403 gpm. Вообще, картинка выглядит довольно страшно, на самом деле, потому что, ну, видите, да, вот та история, про которую там написаны книги, романы там нехорошо знают. Это уже все после Рождества Христова. И здесь непонятно, не видно, чтобы эти кривые, они куда же к этим ходили, они просто торчат там симпатически вертикально. Есть ли вообще время, вот здесь ни о чем. И связано это как раз с тем, что антропогенная добыча из капалового углерода, значит, мы выкачиваем нефть из-под земли, сжигаем, продуктами сгорания желудородов является, если это чистый процесс, это тот же самый СО2-родивый пар, и дальше этот СО2 остается в климатической системе. Значит, ну, очевидный ответ, давайте сажать там больше деревьев, лесов. Значит, мы знаем, что за счет этого самого фотосинтеза, да, зеленого масса, она перерабатывает углекислый газ и выделяет свобода кислорода. Двухзайцев подбивая, углекислого газа меньше, дышать легче кислорода больше. Но это все на самом деле обман, потому что любое дерево, сколько мы их не посадили, оно рано или поздно либо погибнет, либо сгорит, либо сгниет. И в этих процессах она опять выплюнет тот же самый углекислый газ в масло. То есть вот биосфера здесь, к сожалению, не является механизмом захоронения углерода. Биосфера — это часть климатической системы в этом геохимическом смысле. И все, что попало в биосферу, в общем-то остается в климатической системе. Захоронить обратно вот это внедро с помощью биосферы можно только с помощью двух механизмов. Это те же самые ракушечники, которые в карбонатах содержат большое количество углерода. То есть это всякие коралловые рифы и так далее. И это торфяники. Но темп захоронения там, конечно, очень маленький. И проблема также в том, что в процессе глобального потепления, которое сейчас идет достаточно быстро, разрушается вода экосистемы. Разрушаются и вот эти коралловые острова, потому что повышается уровень воды в океане. И разрушаются торфяники просто в силу расширения человеческого хозяйства. Они осушаются, распахиваются. То, что произошло в последние пять лет в Центральной России после пожаров 2010 года, это, ну, может быть, некий новый шаг, новый этап. Может быть, торфяники, как такая массовая обширная экосистема, они будут возрождены. Но вот в России все-таки относительно богатая страна, не так зависим от сельского хозяйства. А в Африке, в Китае, в той же Амазонке, там эти торфяники и болота отчаяния совершенно осушают распахи. Просто что-то на них выращивать. Ну, вот эта картинка, она немножечко путанная, но она, в принципе, вот иллюстрирует то, что я сейчас сказал. Вот этот довольно сложный круговорот углерода. Значит, что у нас есть? У нас есть зеленые растения, есть океан, в котором довольно много углекислого газа растворено, но есть планктон океанический, который фотосинтезирует и поглощает этот туглерод. Значит, есть... People есть. Да, есть People. А People, значит, у нас из этих самых скважин добывает что-то, что это не только может быть нефть, это могут быть те же самые карбонаты. Потому что, например, цементное производство, оно тоже обладает значимым, является значимым источником выбросов углерода в атмосферу. Ну, при гашении извести там выделяется целого. Для Ближнего Востока, кстати, это очень актуальная тема, потому что они все строятся, естественно, из цементных блочек. Кирпичами почти не делают. Вот, значит, ну вот, может быть, вы не знаете, но рогатый скотт является значимым источником метана. Это факт. Ну и болото, конечно. Болото тоже выделяют, и всякие рисовые поля, они тоже выделяют много метана. Ну, и где-то тут внизу, значит, вот у нас есть магма, те самые коренные осадочные породы, куда в виде карбоната все это очень-очень медленно адрикует. Но это, повторюсь, процессы очень медленные по сравнению с вот этими процессами. И главное, что вот эти процессы, они не обратили при нынешних технологиях на данный момент. Ну вот, что мы можем понять, как мы можем попытаться реконструировать, восстановить климат в прошлом, потому что все-таки, ну, наверное, не самый сейчас жаркий период в истории Земли. Бывало и пожарче, но мы видим, что в такие-то геологически ранние эпохи у нас этого углекислого газа было не на 400, а аж 5000 пепьян. Вот, на порядок больше, но и, конечно, облик Земли был совершенно другой, это вот эпоха динозавров, этих влажных хвощей там, лесок, вот этих из примитивных растений. И, конечно, никакой перспективы человеческой цивилизации выжить при таком климате. А, куда делается? СО2. 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 Опять же, вот, возвращаемся к этой картинке. Значит, тут же есть стрелочки не только наружу, тут есть стрелочки и вниз. У нас поглощаются растениями, растения образуют ископаемые, там, каменный уголь, например, те же самые вакушничники, все это, так сказать, захоронено, если считалось долгое время. Ну, про каменный уголь это известно, а про нефть долгое время считалось, что это тоже продукт как раз вот захоронения той очень обширной биоты, которая в эти очень теплые периоды существовала, хотя сейчас есть альтернативная точка зрения, что нефть, на самом деле, вообще никак не связана с биосферой. Они веруются просто в процесс крейтинга, что, естественно, в биологической среде не будет. Вот. Ну, это, как бы, давняя история. Здесь мы видим, что, действительно, колебания могут быть очень сильные. Вот. А недавняя история вот эта. И очень четко видно, что вот углекисло содержание углекислого газа, оно коррелирует с циклами оледенений. Вот эти ледниковые периоды, видите, тут порядка 100 тысяч лет, период этих оледенений, относительно недавний. То есть вот самое последнее оледенение было просто на протяжении уже человеческой истории. Когда Америку заселили, да? Ну, да, когда там мамонты выдержали и так далее. А мы сейчас вот здесь находимся с вами. Видите? И опять мы видим, что вот если на этом фоне то, что происходит сейчас, вроде бы не так страшно, хотя вот эта кривая уже была бы не кривой, а просто в вертикальной такой линии, то вот на фоне циклов оледенений последних сотен тысяч лет, то, что сейчас происходит, это аномалия. Такого очень давно не было. И, в общем, совершенно не факт, что у природы есть какие-то механизмы как-то на это разумно реализовывать. Вот. Ну, если посмотреть на уже более так, зум сделать на близкой эпохе, то здесь мы что увидим? Значит, мы здесь увидим, это у нас уже в температуре, в терминах температуры вариации. И мы видим, что на самом деле это вот очень небольшие величины. Видите? Там один-два градуса Килля, полтора, так далее. Но при этом, конечно, надо понимать, что это средняя температура у госпиталя, и локальные изменения температуры могут быть гораздо сильнее. Ну, вот интересный факт, что вот этот максимум, он называется «Олтимум Калоцина», да, он как раз относится к датировке начала человеческой цивилизации по библейской хронологии. Вот. А если мы посмотрим на 20-е столетие, совсем на близкую эпоху, то мы видим следующее, что температурная аномалия, она вот там всего лишь полградуса составляет за 20-е столетие. Но это, повторюсь, средняя температура по госпиталю. Не так много физического смысла, но, тем не менее, кое-что она отражает. Вот смотрите, значит, бурный индустриальный рост 30-х годов, дальше обрыв. Значит, что это такое? Это вторая мировая война. Значит, и связана эта аномалия не только с разрушением хозяйства на огромных территориях и с уменьшением экономической деятельности, но и с массовыми пожарами, и, соответственно, очень большими разъемными выбросами, которые снижают поток падающего на землю солнечного воздуха. Ну, а вот, собственно, парниковые газы, они достаточно долго не реагируют на это все, а потом, вот начиная где-то опять с послевоенного периода, начинают довольно резко расти. Ну, вот теперь посмотрим, что эти модели дадут, если мы их научим, так сказать, эти модели, грамотно воспроизводить прошлое, которое мы можем реконструировать на основе каких-то палеонфологических и геологических данных. Вот, значит, посмотрим, что эти модели дадут нам в будущем. Это результаты моделирования. Модели уже достаточно старые, ей порядка 10 лет. Они непрерывно развиваются, совершенствуются. Это модель лаборатории геофизической гидродинамики, которая начинается с не очень далекого прошлого и экстраполирует до конца текущего столетия, до 2100 года, температурную аномалию. Значит, тут, вот обратите внимание, что шкала, вот, картинка американская, шкала в градусах фаленгит, поэтому, значит, ну, чтобы получить нормальные градусы, надо просто пополам примерно поделить, это будет правильный порядок величина. Вот, видно, что вот эти температурные аномалии, изменение температуры, оно очень неравномерно распределено по земному шару, очень неравномерно меняется, вот, но приводит к концу столетия к достаточно серьезным непоследствиям. Вот, смотрите, как это все будет выглядеть. Значит, это мы проходим еще в прошлый лет. То есть, прошлое вот, да, на ODX воспроизводится с хорошей точностью, да, или как? Да, 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 они, эти модели, естественно, настраиваются ухо в прошлых. Вот, потом уже, так сказать, экстраполируются в будущее. Ну, это уже вот наше с вами будущее, значит. Обратите внимание, что континенты относительно теплые, а вот здесь у нас возникает холодное пятно. Значит, откуда это холодное пятно? Останавливается газстрим при глобальном потеплении, останавливается газстрим, и вот эта вот теплая жизнь Северной Европы за счет этого теплого течения, она уже становится, так сказать, под вопросом. Очень плохо в Африке, там и так жарко, и там, так сказать, тоже сильно теплеет. Обратите внимание, что сильно теплеет, например, весь Тибет, то есть в области экстремального климата, они больше подвержены изменениям, чем какие-то другие. Вообще все континенты теплеют, но особенно теплее, значит, Америка, и особенно теплеют Россия и Китай. И вот Северная вся Сибирь, значит, теплеет в среднем на 10 градусов, и это на самом деле серьезно, потому что она становится уже, может быть, какое-то сельское хозяйство, возможно, и так далее, и так далее. В среднем, в целом, это для России хорошо. Для Европы это довольно грустно, потому что там где-нибудь в Испании так жарко, и будет еще на 10 градусов жарче. Это тоже, в общем, последствия. А ледники так растают или нет? Тут не совсем понятно. Ну, Альп не остается в этой ситуации, то есть на альпийских ледников. Вот, ну и Гималая, видимо, выживут все-таки очень высокие. А на Тибете, скорее всего... Нет, я имею в виду полярные. Про полярные ледники там отдельное кино. Сейчас покажу очень-очень интересную цель. Ну вот, если, значит, уже более тонкую настройку смотреть, то... Вот просто эта картинка дана здесь для того, чтобы вы понимали, как тонко такие модели настраивают. Вот видите, здесь там порядка 1,1 градуса изменения температуры. И вот различные, значит, виды моделей основных базовых включают, прокручивают и дальше сравнивают с наблюдениями. Вот все эти совокупности факторов включили. Там и фотохимия, аэрозоли и так далее, и так далее. Вот. И вот настраивают тон наблюдений. Вот, значит, примерно так выглядит сравнение. Оно не идеально, конечно, но тем не менее видно, что настройка происходит достаточно тщательно. И вот если говорить о совсем недавней эпохе, то здесь настройка просто очень хорошая. Так, а вот эти графики, что другие, значит? Значит, это различные составляющие модели, различные блоки, которые включают в себя там разные химические компоненты и аэрозольные компоненты. А данные наблюдения, это вот какие? Вот раньше собирались, это температура, понятно? Ну, во-первых, это просто метеонаблюдение от метеостанций, а в последние пару десятков лет это спутниковое наблюдение. Спутниковое наблюдение глобально уже достаточно давно. Ну, это как картографирование получается, да? Нет, почему? Спутники измеряют температуру. С помощью фуриэспектрометров измеряются температурные профили, и таких спутников сейчас много. То есть, погода на Земле мониторится постоянно недостаточно качественно. То есть, понятно, то есть, на Земле как бы мы в одной точке мере, а спутник, он как бы температура более большого? Нет, он дает просто глобальное покрытие, но за какой-то период, естественно, он дает глобальное покрытие и трехмерную картину. То есть, весь температурный профиль, а не только температура поверхности. А это вот, значит, обещанная картинка про полярные дыры. Значит, она начинается тоже из полуэкономерной давности, вот, тоже настраивается по, значит, мониторингу погодному. Вот видно, что тут довольно серьезная вариация из года в год. То есть, это среднегодовое покрытие арктической университеты. Ну и смотрите, что остается к концу текущего столетия. Ну все. Делаем из-за двух, да? Насколько при этом меняются уровень Океана? Ну, на метр. Примерно на метр, да. Примерно на метр. Я знаю, что эти ледники, они же еще промышленно потребляют. Допустим, всякие Кока-Колы, они покупают огромные льды. Потому что делают частные. Я не думаю, что Кока-Колы способны там выглядеть. Тем не менее, все равно масштаб это, мне кажется, не нормальный. Кока-Колы. Хотя, конечно, да, это хороший способ дистилляции радио. Не спорю. Вот. Но проблема в том, что вот вся наша территория здесь, да, она становится полностью судоподной, полностью доступной. и, в общем, она очень плотно защищена. Эта реальность, как мы будем жить там, как будут жить ваши внуки, это не очень очевидно, на самом деле. И останется эта территория наша. Очень-очень большой вопрос. То есть, на самом деле, вот эти глобальные потепления, они не то, что не тем страшно, что там привык Литака будет немножко по-другому, а тем, что полностью меняются экосистемы и человеческие, и природные. А любые быстрые изменения, как вы понимаете, они приводят к тому, что преимущества получают самые агрессивные и примитивные. Что в природе, что в обществе. общий добавок. Вот, вот это тоже довольно занятная картинка. Значит, она по осадкам. Потому что, может быть, там станком теплее, но влажная, и тогда вроде все будет хорошо расти, а может быть, будет тепло и засух. Вот, и вот здесь, если его тоже, эту картиночку прогнать. Значит, ну, видите, да, что здесь образуется вот эта стационарная волна, которая цепляется за континенты. Значит, в южном полушарии стройка здесь вырисовывается отчетливо, в северном линии отчетливо. Вот, но и обратите внимание, что вот северная Сибирь, где потепление, там и влажность повышается. А вот Европа, особенно южная, она вся в зоне засуха. Вот, и на самом деле это тоже все очень невесело, потому что, если весь вот этот Ближний Восток, разоренный войной, побежит сюда, то это мало подокажется. Это действительно вот такие тектронические сдвиги, которые очень-очень, наверное, что влияют. Вот, ну, значит, мы поняли с вами, что если мы ничего делать не будем, то будет грустно. Вот, и что же все-таки можно попытаться здесь сделать? Вот, ну, естественно, первое, это надо попытаться в этом явлении разобраться. И первое, это, конечно, научиться тщательно измерять вот эти самые парниковые газы, газ, метан, металл, и так далее, и так далее. Что на эту тему сделано, и как это делается? Ну, самое очевидное, это методы, да, это если мы возьмем пробу воздуха, и дальше на каком-нибудь хроматографе или там на массовый спектрометре мы измерим полностью химический состав. Точность будет великолепная, огромная, но, правда, вот брать везде пробу – это дело такое достаточно затратное. Значит, пробу берут из самолетов, и существуют такие специальные башни метров по 300 высотой, которые берут пробу не из приземного слоя, а из более-менее свободной атмосферы. Почему это важно? Потому что вот этот приземный слой здесь, как правило, значит, либо все загазовано транспортом и индустрией, если это населенное место, если это природная среда, то это зона, где идет активный вытащитель. Поэтому там данные будут не стоять, надо все-таки уйти куда-то на какую-то высоту. Но, конечно, все-таки методы ин-ситу затратные, неудобные и дают только точечное измерение. Глобальную картинку для сравнения с глобальной моделью тут не построишь. Поэтому, конечно, гораздо привлекательнее выглядят методы дистанционные, а дистанционные методы – это, в первую очередь, конечно, методы спектроскопические. Ну, СО2 и метан, к счастью, это молекулы, очень хорошо наблюдаемые на прокрасном области спектра. И там, и там есть значимые колебания, которые хорошо видны. Собственно говоря, вот здесь, на этой картинке, изображен спектр солнечного излучения, прошедших через земную атмосферу, вот у нас, значит, на полумикронный примерно пик. Ну, и дальше пошел такой вот спектр. Значит, это полоса водяного пара 0,94 микрона, 1,38 тоже водяной пар, а не вот, вот 1,38, а это 1,19. 1,27 кислород, вот узенькая полосочка. И вот там, где относительно окна прозрачности, за пределами полос водяного пара, если присмотреться, то есть довольно значимые полосы углекислого газа. Вот в районе двух микрон, они просто очень сильные. В районе полутора микрон у нас есть и метан, и СО2, и они все очень хорошо наблюдаются. Уже в среднем микродиапазоне в районе десяти микрон есть хорошая полоса озона, там тоже есть СО2 и метан, естественно. Но озон, как правило, все-таки наблюдает его ультрафиолет. Поэтому спектроскопия нам здесь дает очень много возможностей, и методы спектроскопические променяются самые разнообразные, начиная от фурьер-спектрометров, которые стоят на Земле и смотрят на Солнце, и заканчивая фурьер-спектрометрами, которые стоят на космических аппаратах и на самолетах. Так и лидаров, которые облучают атмосферу лазерным пучком и анализируют рассеянное излучение. То есть тут методов спектроскопических может быть применено много, но основная сложность, это очень высокий требование к точности. То есть вот эти самые 403ππм, их надо измерять с точностью примерно в 1ππ. Углекислый газ – это навеку химически стабильный. Фотохимически она не разваливается, и он достаточно равномерно перемешан. Поэтому, если мы хотим какие-то аномалии увидеть, эти аномалии будут на уровне нескольких ππм, по крайней мере, надо с очень высокой точностью. Поэтому просто там какая-то 15-микронная полоса углекислого газа нам ничего здесь не даст, она такая замытая будет, и высокой точности мы тут не получим. Кроме того, понятно, что если вы хотите измерять какую-то газовую составляющую в атмосфере, вы должны работать с ненасыщенными аспектральными особенностями. Потому что зависимость глубины особенностей от сентрации в ненасыщенных гораздо больше. Ну, а ненасыщенные СО2 много в атмосфере, и ненасыщенные полосы у нас как раз вот здесь, в ближнем мыкальном азоне, в районе 1,5-2 мк. Но здесь, видите, полно воды. Поэтому, не разрешив отдельных вращательных линий, мы здесь с вами ничего не поймем. Если мы будем мерить, например, вот эти полосы в целом, мы там нахватаем очень много угленного пара, и не сможем отличить воплощение углекислого газа от воплощения угленного пара. Поэтому нужны приборы с очень высоким спектральным разрешением, но очень высоким — это значит порядка 20 тысяч, не больше. И поэтому это, если говорить о наземных спектрометрах, это всегда пулье спектрометры, если говорить о приборах авиационного и космического базирования, то это тоже достаточно, так сказать, развитые светосильные приборы высокого разрешения. Но если вы посмотрите на вот эту вот сетку, видно, что она все-таки не очень уж плотна, и глобального покрытия она все-таки не обеспечивается. Естественно, много станций в Калифорнии, который бы удивлялся, много в Европе, много в Японии. А вся, так сказать, матушка Сибирь, она, видите, не покрыта. И, в общем, это, конечно, простор для исследователей, инноваторов, которые бы могли что-то предложить, чтобы покрыть всю Землю этой сетью, с тем, чтобы этот мониторинг был гораздо более тщательно и качественным. Ну и, в общем, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Смогу сказать, что вот наши ребята, они вполне, так сказать, в это дело сейчас впряглись и пытаются конкурировать. Собственно говоря, вот наш прямой конкурент, это так называемая TC-PON, Total Carbon Core Modern Network, одна из таких глобальных сетей, которая работает с некоторыми стандартизованными приборами. Это Брюкеровские спектрометры. Фрие спектрометры достаточно дорогие, требующие квалифицированного обслуживания. Это такие инструменты для наблюдения за Солнцем. И вот наблюдая Солнце по спектру, где-то в полутора микронах по ненасыщенным полосам, они дают вот примерно вот такой вот набор газов. Ну, мы видим здесь, значит, вот эту тройку ведущую парниковых газов, ЦО в качестве бонуса, воду, естественно, и депутатную воду, и H100, который тоже как-то, значит, на парниковые фирмы влияет. Но, опять же, вот плотность покрытия этой сети, она оставляет желать лучшего, и опять же, Северная Евразия, она этими данными совершенно не покрыта. Значит, что делается на спутниках? Есть два ведущих проекта, значит, более по хронологии старый японский ГАСАД, это фурье спектрометр, значит, с разрешением, есть тут, значит, 0,27 оборотного сантиметра, то есть это не очень высокое разрешение, но тоже, значит, в ближнем инфракрасном диапазоне. Вот, и вот так называемое ОКО, так, чтобы получалось молекулу ЦО2, назван. Вот, этот спутник конкретно был потерян во время старта, и сейчас работает его клон, усовершенствованный ОКО-2. Вот, значит, здесь оптическая схема, это шелеспектрометр. Значит, вам Олег Юрьевич, наверное, уже рассказывал, или обязательно будет рассказывать, что такое шелеспектрометр. способ настичь высокого разрешения на дифракционной решетке. Таких способов на самом деле два. Либо вы делаете очень хорошую решетку с большим количеством штрихов, либо вы работаете в высоком порядке дифракции. Можете сделать и то, и другое одновременно. Здесь как раз, собственно, реализованы оба варианта. Решетка большая, и видите, под каким большим углом блеска, значит, на ней дифрагирует свет. Это значит, что здесь порядок дифракции высокий, но это, по-моему, порядка десяти. Вот, и спектр принимается не на линейку, как обычно делается, а на матрицу. И с помощью либо светофильтеров, либо второго дисперсионного элемента разворачивается порядок дифракций, чтобы они не перепутываются. Ну вот, так выглядит компоновка этого прибора. Видите, достаточно серьезное такое изделие. Очень метрегулярная инженерная разработка, значит, двадцать одна тысяча, но в нашем отечестве, значит, успехи более скромные. Вот такой скромный ручной прибор, тут он по сравнению с линейкой, отлетал на УКС, где-то около шести-семи лет назад, вот тут даты есть. Значит, это такой отработочный был прибор, он, конечно, не мог конкурировать с низгосатой с УКО по точности измерения, хотя по спектральной характеристике он на УКО очень похож. Это тоже ширеоспектрометр, с похожим спектрометром разрешением, но, конечно, с гораздо меньшей синтезией. То есть отношение сигнал-шоп у него хуже, но, тем не менее, он получил вполне, так сказать, разумные спектры. Прибор оказался, в общем-то, откровенно не конкурентоспособным. Надо признать, что всё-таки вот задёшево в этот бизнес не войдёшь, бизнес очень серьёзный. Вот, для сравнения, значит, вот это вот коричневый разброс точек — это датный гасатор, а зелёный — это дамые русалки. Ну, видно, что они просто хуже качественные. В силу шумов и систематических ошибок дают результат, который, к сожалению, не конкурентоспособен. Ну, вот видно, что там, находя над различными, там, какими-то географическими особенностями, над горами, над океаном, то есть у нас значительно меняется углекислый газ, и метан меняется значительно, это, в общем-то, всё достаточно хорошо видно. Вот, но этот эксперимент, он остался таким отработочным. Покрытие у него тоже было, в общем-то, оставляло желать лучшего, потому что орбита международной станции, она для мониторинга Земли совершенно не предназначена, она не берёт широты, там, выше 40 градусов практически, то есть это какие-то эпизодические такие орбиты. А вот ГАСАД, он дал уже гораздо более, так сказать, живую картинку, видите, практически по всем континентам было дано такое достаточно плотное покрытие. Ну, что тут видно? Видно, что, значит, у нас в Китае большие миссии, в Центральной России, в Московском регионе, естественно, в Европе, и вот обратите внимание, да, это, значит, Аравийский полуостров, это, скорее всего, сжигает покрытие газа при нефтедобыче, а вот это, по всей видимости, жгут лес. В Северной Африке жгут лес? Ну, не в Северной, это Центральная Африка фактически, это там уже каком-нибудь там, не знаю, Нигерия, вот это тут. Вот Северная Африка, тут как раз ничего нет, синенькое всё, а вот поюжнее там уже всё начинается красный, то есть это саванна, скорее всего, да, это не лес, а вот саванна. А что такое саванна? Саванна, ну, это типа степь такая, сужая, вот такая африканская маршрут такая типичная. Вот, но, тем не менее, конечно, всё-таки вот видно, что эта картинка, она много, как бы, по ней что можно сказать. Вот это как раз модель, которая учитывает макролегиональные источники углекислого газа. Вот здесь как раз жгут леса в Амазонке, это американская индустрия, это европейская. Ну, видите, тут такими большими заплатками изображены эти источники. Вот примерно такое качество моделирования на данный момент и такое качество данных. Вот, но это всё было до позапрошлого года, пока не полетел ОК-2. Вот, и вот когда полетел ОК-2, жизнь изменилась просто совершенно отвлекательно. Вот, сейчас я вам покажу эту картину. А, сначала будет Дриада. Значит, это, ну, после русалки, значит, следующая эфическая женщина у нас Дриада. Поэтому, соответственно, вот этим у нас на следующий эксперимент. Он пойдёт там, должен уже, по идее, вот в конце этого года быть запущен. Я не знаю, насколько он будет готов, не будет ли откладываться. Вот, но это такой уже трёхканальный серьёзный прибор, где все ошибки русалки были учтены. И, что очень важно, он уже не космонавт там руками с ним работает, как с игрушкой, а он становится на внешней платформе, которая имеет возможность сканирования и как-то покрывать эту территорию. Вот. Но, во всяком случае, с ГАСАДО... Это опять НКС, да. Это же научная программа российского сегмента НКС. То есть, как климатический эксперимент, он, конечно, слаб. Откровенно, потому что у него плохая орбита. Но вот НКС – это та платформа, которая у нас есть. И, как знать, может быть, после успеха этого эксперимента на НКС у нас выйдет спутник, который будет уже специализирован на эти задачи. У нас в стране, к сожалению, климатической программы такой серьёзной на федеральном уровне нет, поэтому получать отдельный спутник сейчас практически нельзя. У нас как-то стратегия стала такой же, как у американцев, полупошагово подходить. Ой... Я боюсь, что основная стратегия нашего руководства, вот я имею в виду тех людей, которые принимают решения, связанные с изменением климата, стратегия такая – зачем что-то делать, когда американцы всё публикуют? Можно прочитать, а они всё равно сделают лучше. То есть, это такая, знаете... Как выглядишь? Ты... ...пока, к сожалению... ...пока, к сожалению, заминирует эта точка зрения. Посмотрим. Вот. А вот, смотрите, это уже действительно новое жизнь. Вот это данный ОКО-2. Видите, да? Это уже совершенно фантастическое покрытие сплошное. Очень высокое пространственное разрешение. Ну и, конечно, потрясающе сочное. Вот эти оттенки цветов. Это всего лишь там какие-то 15 ступень. Ну и тут, да, очень хорошо видно, что значимыми источниками являются Южная Китай индустриальная, Восточное подберегие США. Вот это, по всей видимости, тёплый подогреваемый газстримом океан отдает углерод. Вот это точно уже, так сказать, волна. То есть это не то, что здесь локальные источники, а такая атмосферная волна. Хотя тут есть и локальные источники. Здесь жгут Амазонку, здесь тоже жгут тропические леса. Вот это что такое? Я не знаю, почему в Идонезии значимый источник вислого газа, но сказать так же. В Беринговом море, да, что-то тоже есть. Ну, видимо, это тоже вот обмен углеродом. Значит, смотри, вообще вот такой мониторинг по поверхности океана он сделан впервые. Вот Гассат этого не давал, он давал какие-то очень разрозненные картинки. Вот мы здесь видим, что океан – это тоже, на самом деле, очень такой важный резервуар парниковых газ. Можно вопрос в том, что считается же, что океан уже собирает по чуть-чуть? Вот это можно как-то отследить? Что значит собирает? Собирает в себе СОП-2. А вот не факт, что забирает, может быть, отдаёт. Мы знаем, что в океанской воде растворено углеродов очень много. Если он весь выйдет в атмосферу, то это будет, может быть, на порядок больше, чем сейчас. И он, как правило, не активен, потому что очень большая часть углерода, она захоронена на больших глубинах. Но верхняя часть морской воды, которая чувствительна к потеплению, значит, понятно, чем больше температура, тем больше этот углерод выходит. И здесь получается положительная обратная связь. То есть из-за потепления теплеет верхний слой воды и отдаёт ещё больше углеродов. То есть это такой спусковой механизм. Может быть, он уже запущен. Мы этого сейчас не знаем. Тут нужны очень тонкие измерения и более длительные временные религи. Ну вот это, значит, это запущено позаброшенном году. Видите, вот такой качественный мониторинг он придётся, на самом деле, совсем недавно. Так а точность PPM? Ну вот, посмотри на цвета. Диапазон всей шкалы – это 15 PPM. То есть я думаю, что один PPM они не будут сдаёт. И за какой период он намерил? Ну, это вот фактически две недели. Фактически это две недели. Как получается? Полтора месяца? А, нет, полтора месяца, да. Первого октября – полтора месяца. Ну, это типичная такая картиловщая орбита американская, полярная. Очень удобная для подобных измерений. Конечно, мы здесь не видим погоду. То есть, там, то, что несёт, несут ветры, синаптические структуры, мы этого здесь не видим. Вот. Но какие-то макро-региональные источники здесь, конечно. А, у них, как бы, только одна карта опубликована, они не обновляют? Нет, конечно, обновляют. Это просто пример. Ну, то есть, как бы, можно просто их как-то сравнивать и понять, что, например, посередине то, что там какие-то большие концентрации, что это правда какая-то волна? Нет, конечно, конечно, это всё делается, это всё сравнивается с моделями. То есть, вот так вот в лоб напрямую интерпретировать – это, конечно, будет ошибка. Ну, да, там, не знаю, Китай, там, Европа, Америка, понятно почему. Но вот эти вещи, они не столь очевидны, и это, конечно, не надо смотреть на сцену. Вот. Вот красота картинки этой, да, состоит в том, что, видите, здесь существенно субпроцентная точность. То есть, то есть, фактически тут весь диапазон этой картинки – это всего лишь 3% от абсолютно выдачи. Мы с вами привыкли, да, что если у нас, там, график экспериментальной теории на 3% отклоняется, он подумающий, да, выглядит всё равно красиво. Вот. А здесь вот вся физика, она сосредоточена на этих 3%. Вот. И это некий новый этап, новый вызов для системы дистанционного зондирования, мониторинга. И, безусловно, рано или поздно система подобного качества, они будут работать не только на Земле, но и на других планетах. Ну, ещё-таки, вот, опять же, вопрос, есть ли там в профиле разница? Значит, профиль здесь не оценивается. Вот. Они говорят Эверт. Значит, Эверт как раз вот по столбу. Ну, по столбу и по времени. Хотя, безусловно, тут есть некая модель вертикального структуры атмосферы. Но надо помнить, что ОКО не разрешает, вот, в отличие от нашего прибора, он не разрешает спектральную линию. Он её видит и может с очень высокой точностью оценить интеграмму. То есть, это вопрос к кому, куда это ещё можно улучшить? В какую сторону? Ну, улучшить можно, во-первых, поставив много станций, постоянно действующих, и поставив их часто. Потому что, всё-таки, вот эта картинка, она делается в течение полутора месяцев, за которые погода уходит. Если мы научимся видеть погоду, это будет уже другая культура. Вот. И потом здесь остаются палёные области незахваченные. Опять же, по понятным причинам, здесь солнце будет. Вот. Поэтому работает только на солнечном, на солнечном загнёме, на полюса очень важные. И, конечно же, важна массовость. Когда весь мониторинг делается одним уникальным прибором, это, как правило, не решение проблемы, а только диагноз. Вот. Напоследок, я приведу вам пример с озоном. Про озоновые дыры, вы, наверняка, тоже сами что-то слышали. Но вот где-то там в 70-80-х годах, даже ещё в 90-х, было по этому поводу очень много, так сказать, крика, переживания, там было не в прессе и так далее. Потому что, ну, действительно, концентрация зоны в Ютубе Уиталии была существенно понижена. Это связано с особенностями циркуляции атмосферной. И там просто перемешивания были слабые из-за отсутствия континента. Поэтому вот такие аномалии, они были дублежащими. И вот здесь, где-нибудь там на Мусе Горн, у людей действительно очень редко подскочила онкология фиксированность. Вот. Но благодаря тому, что был налажен массовый мониторинг озона, вот эти удобственные так называемые станции, это очень простенькие приборы, которые поставили практически на каждой метеостанции. Их делали там тысячи или десятки тысяч. И проблема была осознанно понята, теоретики разобрались, там заключили международные соглашения, приняли меры, ограничили поставку фреонов в атмосферу. И сейчас этой проблемы выше, может сказать, что нет. А можно просто насмотреть, вот мы померили там СО2, допустим, точную картину, и дальнейшие действия, то есть так же какие-то... Здесь гораздо менее очевидно. С углеродом гораздо сложнее, чем с азоном. Потому что вот с азоном, что было просто? Было понятно, что вот антропогенным его, так сказать, источником разрушения является фреоны. Которые там в аэродолженных баллончиков были с одной стороны, а с другой стороны они, самое главное, это промышленные холодильники, которые, естественно, все текут газет и эти фреоны выбрасывают в атмосферу. Чиллеры всевозможные. И фреоны были запрещены. Ну, как-то заменены на какие-то другие аналоги, на какие-то опасные газеты. С углеродом гораздо сложнее, потому что отказаться от углеводородного топлива, думаю, что в ближайшие десятилетия никто не сможет и не будет. Потом мы не знаем, действительно ли запущен этот механизм обратной связи с океанским углеродом. Мы сейчас можем прекратить добавлять углерод в атмосферу, а из океана он будет и не наступать. Такие сценарии тоже, естественно, моделируются, прорабатываются. Вот что будет, если у нас углерод и гидресловый газ будет столько, сколько сейчас, или мы его перестанем туда добавлять, или мы там просто снизим темпы его поставки. Вот такие сценарии прорабатываются. Они все так или иначе фиксируют глобальное потепление в течение хотя бы ближайшего столетия. То есть этот процесс очень инверционный, он уже запущен, тут ничего не сделаешь. Но хотя бы сделать грамотный прогноз, подготовиться и сделать какие-то шаги, пусть на далекое будущее, это сейчас абсолютно необходимо. И повторюсь, вот наша страна здесь просто в зоне очень серьезных рисков. С одной стороны, а с другой стороны, некоторые изменения, они, наоборот, могут оказаться очень благоприемными. на нашей такой серой-месовой природе. Поэтому проблема серьезная, ей, безусловно, надо заниматься. И люди ей занимаются. Ну и Бог даст, когда-нибудь, эти наши руководства дозревшие, вот эти работы у нас сегодня. Вот. Ну, смотрите, я, в принципе, уложился чуть раньше. Давайте на этом тогда завершим. Вот. И в следующий раз я вам... Настолько бесконечная тема, что в курсе физики планет тут очень сложно, что ли вам, так сказать, охватить. Вот. Поэтому, ну, так я вот с удовольствием решил, что мы ограничимся той тематикой, которая у нас центральная для других планет. А следующая лекция будет посвящена Луне. Потому что Луна — это совершенно самостоятельный объект, с достаточно интересным, так сказать, хотя и безатмосферное тело, но с достаточно интересной физикой, теологией, историей и расходов. Значит, ну, если говорить о климате Земли, естественно, надо начинать с каких-то планетологических параметров, с теплового режима. Я напомню, что расстояние от Земли до Солнца в 150 миллионов километров астрономическая единица, то есть скорость движения Земли по облете вокруг Солнца — 30 километров в секунду. А тут сразу же уходит замечательное соотношение. У понадлежащего Александра Михайловича Бехне был такой, академия покойника, к сожалению, который как-то нам на лекции рассказал, что году 3 на 10 седьмой секунд. Вот, официально можете проверить соотношение. Значит, ну и вот на таком расстоянии, на квадратный метр земной поверхности падает примерно в 1360 Вт потока Солнечного подлучения. Ну, вот много это или мало? Смотрите, значит, если мы посчитаем эффективную температуру, которую мы с вами считаем, значит, нежавшим сигматой в четвертый, значит, поток умного имениться именно с то, что отражается, по идее надо еще и на излучательную способность умножить, то это где-то получится примерно где-то 240-250 К. То есть, если бы температура на Земле соответствовала эффективной температуре, то есть не было бы нагрузки парниковым эффектом, то вода на Земле была бы в постоянно замерзшем состоянии. Это четко надо понимать, что парниковый эффект для нас является абсолютно необходимым условием существования биосферы. Если говорить о системе циркуляции атмосферы, она типичная, значит, волновая система, потому что в отличие от Венеры Земля вращается вокруг своей силы достаточно быстро, и в системе циркуляции доминирует полный Росби. В радиус деформации Росби он, как правило, существенно меньше, чем планета, это порядка тысячи километров. Получилось так, что система циркуляции на Земле распадается на несколько радионалов ячейк. Вот та самая ячейка Хедли, которая была открыта в 18-м столетии, она на самом деле локализована только в тропинках, примерно ниже 30 градусов широты. Ну и если вы на карту посмотрите, вы увидите, что как раз в этой зоне расположен там нисходящий поток, в этой зоне расположены пустыни по полушариям. Ну и неудивительно, потому что там, где у нас нисходящий поток воздушной массы, там у нас погода всегда ясная, облачность не образуется, потому что за счет радиоматического разогрева воздушной массы весь мирдонсад испаряется в ней, и осадков там практически нет. Зато, наоборот, на самом экваторе, там где у нас восходящий поток, там осадков очень много, потому что в восходящем потоке идет массивное образование улучшенности, и здесь вот эти самые, так сказать, лично-соверные тропические леса, в Центральной Африке и в Амазонке, они расположены вот по этим широтам. Значит, в полярных широтах, где-то, ну, выше, там, скажем, 70 градусов, локализована полярная ячейка, так называемая. Она тоже достаточно регулярная, она хорошо заметна, и если вы там отправитесь на Кольский полуостров или на Таймур, вы очень хорошо почувствуете вот эти самые ветры. А вот мы с вами живем в некой такой промежуточной зоне, где ячейка обратная. Вот обратите внимание, значит, здесь у нас циркуляция нормальная, здесь у нас циркуляция нормальная, а здесь у нас как бы циркуляция вроде бы в одну сторону, а здесь сверху в ту же самую сторону, здесь какая-то особенность существует. То есть вот эта пираловская ячейка, она, на самом деле, не настоящая комплективная ячейка. Она ячейка вынуждена, связана просто с выполнением, необходимости выполнения закон сохранения массы, сравнения непрерывности. И если у нас вот вращается, условно говоря, вот такой валик воздушной массы здесь вращается, здесь, то как шестеренка, зажатая между этими двумя валиками, вот эта пираловская ячейка, она как бы вращается в ту сторону, которая противоречит режиму разогрева и охлаждения воздушной массы. То есть это вынужденное движение. Оно, естественно, неустойчиво. И как таковой вот этой ячейки мы здесь с вами не видим. Не случайно вот эти стрелочки, они здесь другим цветом указаны, они такие, так сказать, слабенькие. И та погода, в которой мы с вами живем, это, на самом деле, вот не ячейка Хэдли и не фареоновская ячейка, а это волновые возмущения находят в ячейке, которые по амплитуде существенно превышают вот это среднее регулярное движение. То есть к этому надо относиться так, что если вы за много-много времени усредните вот это движение и усредните всю погоду, тогда вы увидите вот такую вот систему глобальной циркуляции. Но само по себе вы ее не видите. Эти ветра по мере практически, так сказать, невозможно. Но надо сказать, что Земля не единственная планета, где региональные ячейки множественны. Но самый такой очевидный пример – это планеты-гиганты, где зоны поясов вообще большое количество, там десятки доходят. Это как раз тот самый случай, когда при быстром расширении планеты, при достаточно крупной планете и в большом радиусе кривизне, у нас вот это водяном движение распадается. Но мы с вами будем говорить именно о климате и циркуляции атмосферы. А у меня, кроме атмосферы, есть еще океан. Это, так сказать, такие дебри, куда я просто хочу вдаваться, в принципе. В принципе, у океана циркуляция очень похожа на циркуляцию атмосферы. Там есть, так называемая, термохалильная циркуляция, которая похожа на лечей Плых Эдзе, на самом деле. И природа та же самая, это тоже глобальная конвекция. Но океан отличается атмосферой тем, что у океана очень нерегулярные граничные условия. Что значит сказать? Ну, океаническое дно и береговая линия – это какая-то очень кривая, так сказать, изрезанная поверхность. И поэтому… А на что это влияет? Это очень сильно влияет на циркуляцию. То есть, граничные условия вообще влияют на любое экономическое движение. И если у нас существует какой-то горный массив, то воздушная масса, обтекающая в горный массив, естественно, там как-то реагирует на него. Там может системный циркулятор волн образоваться. Но вы что? Но если у нас вот эта масса, в данном случае, океанической воды циркулирующая, она еще и не покрывает всю сферу, а находится только в каких-то, так сказать, выделанных местах, это еще и дно, обладает очень сложным объявлением. На порядке величины меняется глубина. Но это как бы равносильно тому, если бы у нас давление, например, на поверхности менялось на несколько порядков величины. Это была бы совсем другая система циркуляции. Вот океан, он циркулирует походным образом. То есть это та же самая глобальная циркуляция, только с очень нерегулярными кривыми граничными условиями. Но то, что вода не сжимаемая, это, в общем, принципиальная разница никакой не вносит, поскольку первым приближением воздух атмосферный в глобальном масштабе он тоже не сжимаемый. Но вот кроме системы циркуляции есть еще несколько очень важных компонентов. Это, конечно же, от переноса звучания. И для Земли тут нет особенно секретов. Земная атмосфера не проще и не сложнее, чем в большинстве планетных атмосфер с точки зрения переноса излучения. Ну, пожалуй, вот самым главным отличием является наличие огромного количества свободного кислорода. Вы знаете, что он биогенного происхождения у нас исключительно. Кислород влияет на перенос излучения главным образом за счет очень сильного поглощения электрофиолетового излучения. И сам кислород, и особенно его производный озон, обладает очень мощной полосой где-то в районе 300 мм-360 мм, что, как вы знаете, опять же защищает земную биосферу от достаточно разрушительного воздействия солнечного ультрафиолета. Кроме этого, в климатической системе крутятся различные составляющие, которые переносятся в воздушные массы и претерпевают фазовые химические превращения. И вот здесь это, значит, обозначено вот этими геохимическими циклами, куда входит, в первую очередь, конечно, цикл воды, то есть гидрологический цикл, и множество других из которых, ну вот, пожалуй, самый интересный, это цикл... Сейчас, прошу прощения, Сарок вызывает. Дай служа. Ультамки 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 Ультамки